В Шарм-эль-Шейхе пик туристического сезона, но Россия и Великобритания приостановили полеты в Египет. На этом фоне владельцы гостиниц в Шарм-эль-Шейхе прогнозируют падение числа посетителей на 70%. Приостановка полетов может стоить Египту почти 4 миллиона долларов ежедневно. Корреспондент Евроньюз поговорил с туристами, которые сейчас отдыхают на побережье. Египет самое популярное туристическое направление среди россиян. С начала текущего года там побывали уже 2 миллиона граждан России. Мне очень это приятно. Конечно, очень переживали. Была запланирована поездка на отдых, и мы очень переживали и боялись. Но как бы рассеялись наши, когда побеседовали в турагентстве, то есть рассеялись наши все помыслы, которые были. В России до 1 января было продано уже около 250 тысяч турпутевок. В Египет и временный запрет на авиаперелеты грозит большими убытками российскому турбизнесу. Пока что в Шарм-эль-Шейхе остаются туристы из ряда европейских стран. Вот что говорит турист из Германии. Мы здесь отдыхаем уже 5 дней, пока что не видели ничего, что могло бы нас напугать. Мы спокойны, здесь все к нам хорошо относятся, я никакого терроризма не вижу. В Шарм-эль-Шейх мы приезжаем уже давно, более 20 лет. И ничего плохого никогда не происходило. Здесь очень хороший климат, и мы снова приедем сюда. Итальянцы всегда будут приезжать в Египет. В прошлом году доля ВВП-туризма в Египте составила свыше 11%. Туристический сектор в стране обеспечивает работу около 4 миллионов человек. Вот что говорит житель Египта. Шарм-эль-Шейх всегда будет безопасным местом. Этому курорту уже много раз пытались нанести ущерб. Такое может произойти в любой стране мира, вы же знаете. Но если это происходит в Египте, то к этому относятся с преувеличением, превращают в бедствие. Но вы же видите, что в Египте безопасно. Наша страна всегда будет безопасной, и никому не удастся сломить нашу страну. Из Шарм-эль-Шейха передает корреспондент Еврониус Мохаммед Шейх Ибрагим. Индустрии туризма нанесен тяжелый удар. Туристический сектор, важная составляющая экономики Египта, уже был затронут продолжающимся кризисом. Но в то же время туристы, отдыхающие здесь, считают преувеличением. Решение об эвакуации принято некоторыми правительствами. Мохаммед Шейх Ибрагим, Еуро Ньюз, Шарм-эль-Шейх.